Добрый день, друзья! Меня зовут Елена, и я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. 3 и 4 апреля талантливую молодежь приглашают к участию в областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект-2014». На базе ТюмГУ олимпиада пройдет по гуманитарному циклу дисциплин. Ознакомиться с положениями по этим направлениям можно уже сейчас на сайте Тюменского госуниверситета. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 46 29 80. Карина Ратник. Новое время. Время новых достижений. Время беспрерывного движения. Своё движение ты выбираешь сам. Институт дополнительного профессионального образования. Новая программа «МБА». Телефон в Тюмени 45 57 07. Стартовал ежегодный областной конкурс «Гордость Тюменской области». В этот раз он посвящен 70-летию со дня образования нашего региона. Если вы уже достигли определенных результатов своей деятельности, совершили социально значимые поступки, достойные признания и подражания, добро пожаловать на конкурс. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 29 лет, проживающие на территории Тюменской области. Заявки вместе с портфолио принимаются до 1 апреля. Дополнительная информация в студцентре ТюмГУ, улица Володарского, 6, кабинет 212, а также по телефону 455 668. Информационный библиотечный центр Тюменского государственного университета представляет книжный обменник. Книга-обменник всегда в свободном доступе для всех желающих. Здесь не нужен читательский билет или выход в интернет. Его особенность в том, что можно взять любую заинтересовавшую вас книгу и уже не расставаться с ней. Но есть одно обязательное условие – взамен нужно оставить другую книгу. Это может быть учебник, томик стихов, детектив или детские сказки. Обменять книги можно по адресу улица Симакова, 18, 1 этаж информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Следующая информация для молодых ученых. В Тюмени начался прием заявок на конкурс научно-инновационных проектов «Умник-2014». В конкурсе могут принимать участие ученые до 28 лет включительно, занимающиеся научной деятельностью, имеющие перспективу коммерциализации своих работ. Соискатели должны представить материалы по следующим направлениям. Информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Заявки принимаются до 1 апреля на электронный адрес, который вы видите на экране. Форму заявки и рекомендации по заполнению смотрите на сайте Тюменского госуниверситета. Дополнительную информацию можно узнать по телефону. Тюменский госуниверситет приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Математика и информационные технологии в естественно-научном образовании». Участвовать могут руководители, педагоги, работники системы повышения квалификации, аспиранты, магистранты, студенты. Предлагается обсудить вопросы востребованности и роли математики и компьютерных технологий в образовательных процессах школы и вуза. Конференция будет проходить с 22 по 24 мая. Заявку из статьи объемом до 5 страниц необходимо направить в Оргкомитет до 15 апреля. Все подробности на сайте Тюменского госуниверситета. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54-20-12. В завершении сегодняшнего блока рекламы объявлений приведу высказывание знаменитого физика Альберта Эйнштейна. Самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. Всего вам самого лучшего!